Мёртвый мультфильм пробудился вновь! Ровно как и мы! Давайте освободимся от корней, что пустили, ведь большой мир вновь ждёт наше приключение на маленькую попу! Итак, что мы, где мы? Во время нашего вступления, картёшник, скорее всего, уже закончил с образованием. В таком случае, мы получим пару карт, которые нам пригодятся. Торжественный выдох выпускника и... Он готов! Для начала, ему нужна пачка бумаги. День возьми ребёнка на работу, да? Прости, виноват. Ну да, как иначе? Окей, представим, что у тебя имеется достаточно бумаги, которую ты определённо скрафтил, и продадим ему. С неё он может получить больше калорий, чем глотая пыль в коморке, или же использовать для производства товара. Например, этот ботан может сделать себе друзей, но вещь, которая нам нужна, это карта сокровищ. Да, похоже, что это пустая. Маленькое напоминание о том, что его отец деревенский дурак. Продадим ему больше бумаги и посмотрим, что с этого выйдет. Субтитры добавил DimaTorzok Отлично, испытаем удачу завтра. Доброе утро, путешественник. Наш друг географ, скорее всего, уже открыл достопримечательности для нас, находясь в четырёх стенах каким-то образом. Заставим его любезно нарисовать одну карту. Ах, смотри-ка, карта океанического храма. Чтобы попасть туда, неплохо выснарядиться. Но погоди, это ещё не все карты. Продай ему стеклянных панелей. Сделай себе очки, увиди, в каких условиях живёт. Благодаря его побегу мы успеем получить карту исследователя лесов. Лес, как видишь, не только естественное продолжение холодильника. Найди особняк там, и комплексы архитектора тебе обеспечены. Так, посмотрим. Как и в случае твоего естественного продолжения туалета, оба места находятся... Где-то там. Ну, если судить по этой штучке, отображающей индикаторы игрока, и, несомненно, точно, как я погляжу. Здесь мы начинаем собирать наш походный инвентарь. Еда, одежда, всё идёт. Нам довелось путешествовать не в первый раз, так что набор по большей части прежний. Просто убедись, что у тебя достаточно еды, и меч достаточно острый. Хотя бы, чтобы разобраться с нашей собственной защитой от дворов. Вот набор, из чего он состоит. Карты и компас, чтобы не заблудиться. Инструменты, чтобы собирать собираемости. Оружие, еда, блоки, факелы для ночи. Картина зачем-то, видать, с изображением дома, чувство ностальгии... Кхм, проехали. Кровать, чтобы пропустить тёмные времена. О, и что насчёт транспорта? Лодка очевидной выборы, две даже лучше, но путешествие по земле скорее требует животное достаточно большое, чтобы выдержать тебя. Когда ты в последний раз видел своего розового друга? О, а вот и он! К счастью, ты и так знаешь, как его оседлать. Найди седло, скрафти эту штуку, а остальное интуитивно. Хорошо, когда ты набил свой инвентарь кирпичами, я подумал, а куда нам складывать лут? Дни кармашков для семечек позади, глаз эндера и восемь обсидиановых блохов, вот всё, что нужно, чтобы сделать портативный сундук. Ой, кирка с зачарованием на шёлковое касание. Смотрите-ка, это же мчужина. Если соединить её с порошком Блэйза, получится эндер-глаз. А, ну да, а-а-а-а. Ну, купи парочку, папа, если не хочешь, чтобы твою фотку любимого себя в инвентаре не поставить на надгробе. Он умер, занимаясь любимым делом, валяясь на кровати. Чудесно, теперь обсидиан. Да, ещё семь осталось. Зачем он нужен, сразу войти? Ну, не свинью же делать актёром. А, сундук. В отличие от обычного, этот хранит вещи в другом измерении, нежели там, куда его поставят. Если убрать сундук, вещи не выпадут. Всё просто. И, конечно, нужно лишь шёлковое касание. Какого эндер-глаза? Надеюсь, у нас достаточно душ для того, что мы делаем. Скажем прощай нашему дорогому дому. Пора в путь! В лодке, кстати, можно помещать животных. Начиная с 1,9, их можно садить в лодки, отводить подальше в озеро от посторонних глаз и казнить, если тебе вздумается. Прощай, вонючая землянка. А, или нет? О, погоди, 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 погоди. Я забыл одну печь. Так как ты будешь исследовать океан, я настоятельно рекомендую тебе сделать пару зелень ночного видения. Используй золотую морковку для этого. Теперь глубоко под водой ты сможешь увидеть всё, что увидит тебя. А может и нет. Наконец, назло ни о другом из сопротивовали божьей. И мы продолжим путь, куда не ступала нога человека. Как только мы преодолеем эту стену. Ах, чудесно. Теперь здесь пустыня. Ну тогда продолжаем двигаться, как двигались. Хм, кажется ты им понравился. Верховно в свинье нередко формируются случайные связи. Как говорится, однажды и лишь однажды собака с хоботом интересовалась, чем пахнет улей. Но нам он будет интересен всегда, с шелковым касанием. Соберём на будущее. Океан полной флоры указывает на близость к цели. И так оно и есть. Разобьём пока лагерь, перед тем, как идти дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь под водой мы можем наблюдать богатое разнообразие рыбы, плавающей вокруг тебя. Берегись рыбы пузыря. Нам повезло столкнуться с этим скромнягой, ведь заварив его в зелье, можно открыть подводное дыхание. Интересно. Под водой иногда можно встретить сокровища рядом с руином портала, как здесь. Я представляю, если его открыть, можно устроить ад в воду. Только это так не работает. О, посмотри, это же легендарный топор, которым можно убить. Ага, поборника смехом. Хотя можешь пожертвовать его в Национальный Майнкрафтовский музей потерянного времени. Надеюсь, на сей раз ты здесь не для того, чтобы мной в волейбол играть. Он здесь по другой причине. Следуй за ним. Затонувший корабль. Что за находка? Что здесь можно найти? Сокровища? Лучше карту сокровищ. Ну, заодно и убежище для ночлега. Ведь почему бы и нет. Все верно. Обычно затонувший корабль имеет два сундука внутри, а не один. Святые жабры. Бутылка опыта. Разбей ее ради него. Свой жаль в нее заточить пока что нельзя. Если все это мы можем найти на столько незащищенном месте, только представь, что будет, если мы попадем в святая святых этих вод. Субтитры создавал DimaTorzok